Всем большой привет! Меня зовут Лиля. Добро пожаловать на мой канал о вышивке крестиком Лилия Кроиц. И в этом видео и в череде последующих видео виноваты Ольга Теплицкая и Марьяна Мори. Я думаю, даже уже говорить не надо, о чем тут пойдет речь. Апрель месяц стартов, господа. Я долго вообще боролась за своим этим желанием тоже начать много новых процессов каждый день по-новому. Но действительно вот эта вот идея девчонок, она очень-очень заразительная, очень такая привлекательная. Особенно для тех, кто очень любит начинать, а начинать любим и все. Я себе, правда, давала обещание вообще, что у меня будет только один процесс. Всегда будет все сводиться к этому процессу, а не разводить тысячу, начать их тысячу новых процессов. Но я же те, которые начну, я же не буду там дальше применять мне метод ротации. Я же и дальше, в принципе, потом буду вышивать только один процесс. Просто сейчас у меня немножко такой отдых от него пойдет. В общем, не суть. Факт остается фактом. В общем, заразили девчонки меня вот этим вот, скажем, не знаю, когда же его назвать, челленджем или авантюрой или флешмобом каким-то. В общем, это что-то интересное. В принципе, действительно, что оживить, скажем, каждый из процессов, каждый из наборов, немножко начав его, получить новые какие-то эмоции, порадоваться. Потому что вот я, допустим, обожаю начинать. Я когда начинаю новый процесс, у меня настроение всегда хорошее. Как-то вот все... Ну, вообще, здорово просто. Просто мне вот реально здорово. И будем с таким образом себя понимать настроение. А то я что-то в последнее время какая-то у меня апатия, что-то я какая-то кислая, ялая хожу все время. В общем, чем не лекарственный метод? Потому что вот я помню, недавно как-то я заболела. Нет, до сих пор немножко у меня было достаточно, ну, не суть. Заболела я, в общем, у меня что-то было нехорошо. Я целый день что-то дома провалялась, ничем продуктивным не занималась. И начала новый процесс. Я его, собственно говоря, на днях закончила. Я вам скоро покажу видео по законченной этой работе. Ну, в общем, когда я начала этот процесс, сначала как-то уже вялое это шло, потому что я полдня была провалялась просто. И начала новый процесс, и его повышевала, и получается, и получается красиво, такие цвета красивые. И меня прям вот захватила вот эта вот буря эмоций каких-то по поводу нового процесса. И у меня как-то сразу, ну, болеть я не перестала. Ну, по крайней мере, настроение у меня поднялось, и уже как-то было проще пережить этот день, скажем. Ну, давайте уже посмотрим, с чего я начинаю этот процесс, с этот проект. Вышивать я, может быть, в силу того, что у меня вот неделя, каникул еще, и потом все-таки я школьник, я учусь. Возможно, у меня не получится каждый день вышивать что-то новое, поэтому у меня не будет день-день, 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 просто процесс номер один, номер два, номер три и так далее. В общем, может быть, это не с какой-то точной периодичностью видео будет выходить, но, думаю, в неделю парочку новых видео будет. То есть, ну, давайте посмотрим, что я выбрала себе на сегодня и на завтра. Так, значит, сегодня у меня не очень много времени вышивать. Осталось сейчас уже 9 часов вечера, я обычно в 10 спать ложусь. Вот, ну, думаю, немножко повышевать я успею. Все-таки у меня каникулы, непринципиально важно, во сколько я спать пойду. Вот, и так как повышевать сегодня новое уже что-то хочется, прям уж очень загорелся я этой идеей, но времени немного, начинают какие-то большие процессы, смысла вообще нет, пару плестиков сделать, а сделать что-нибудь маленькое, вроде вот таких вот зайчиков от Ольги Тиштинкин. Тинкер Белл. На пасхальную такую тематику как раз уже Пасха. Вот, у меня время есть. Так что буду вышивать вот таких зайчишек. Все, какие-то первые цвета нашла, пока буду вышивать с ними, там потом дальше порой более досконально найду недостающие цвета, у меня стопудово все есть. Вот, и вышлю вот таких вот небольших зайчат пасхальных. Вот, посмотрим за сколько времени у меня получится их вышить, но я думаю, может быть, ну, за часик вообще без проблем управиться можно. Это, значит, у меня Лугана равномерка, такого немножко бежевого цвета, как Айвори, наверное. Подумала, сначала хотела на белое делать, но белое у меня только Мурана, а это каунт поменьше, а я хочу в будущем из этих делать небольшие такие гирляндочки, ну, и как-то вот такие маленькие сюжеты на 16 или 18, на 18 или 16 каунте, но как-то, ну, прям, ну, совсем уж не, не ахти, как получается. Ну, если вышивать через два сложения нити, да. А была только вот Лугана, цвета Айвори, и я любитель все-таки чего-то такого более винтажного, что-то более такого, более, ну, да, винтажного. И мне кажется, это будет очень неплохо смотреться, тем более я уже знаю примерно, как вот, что я, какую гирлянду я буду делать, но это уже, наверное, в следующем году, к следующей Пасхе, у меня очень поздно такая мысль в голову пришла, но первый сюжетик для нее я уже вышью сегодня, я так думаю. Христос Воскрес! Поздравляю всех с праздником Пасхи, желаю всем Божьих благословений, чтобы у всех всегда все было хорошо, любви, счастья, здоровья, мирного неба на голову. Ну, а сегодня я, ну, как сегодня, да, вчера, получается, я все-таки закончила вот этих вот, начала вышивать и закончила вот таких вот прекрасных кроликов, корзинники тут такие с пасхальными яйцами, у меня, в общем, такой небольшой, маленький пасхальный сюжетик. Я его, значит, тут отметила, была у тебя границы, со всей равномерки, чтобы примерно высчитать, какой раз, ну, где мне его правильно вышивать надо. В будущем я, как, по-моему, говорила уже, это будет гирлянда, возможно, с другими разными пасхальными сюжетиками, в общем, хочу от меня что-то такое сделать, но на следующий год уже, естественно, но вчера вот вышла вот такой вот, уже на будущее, скажем, я такая наивная была, думала, ай, за час я это сделаю, все будет хорошо, но не тут-то было, вообще, какой-то, вышивала я это 3 часа, хотя, казалось бы, да, что тут вышивать, но вышивала я это сделаю 3 часа и закончила как раз вот ровно 12 часов, то есть прям вот, прям вот вчера, вот, так что вот такой вот миленький, прекрасный маленький дизайн от Ольги Тинкерпелл. Очень хочется мне и остальных, всяких этих зайчишек и девчонок вышить, но это уже когда-нибудь потом, тут просто Пасха и актуальна, и как раз немножко такое пасхального настроения сделала я себе, вышила, вот, но мне очень понравилось вышивать, очень просто, легко, красиво получается, корзинка вообще просто прям, да и вообще кролики, они вообще такие очаровашки, вот, но сейчас мы начинаем, точнее я начинаю уже второй процесс, как бы казалось сегодня Пасха, да, и, ну, тем не менее, мы не будем целый день что-то делать, у меня немножко времени повышивать будет, и начну я, пожалуй, вот такую матерку от Панны. Я вообще изначально думала что-то другое начать, но поскольку у меня сегодня, как я говорила, уже в рейд-мое время вышивать много не будут, и как бы, ну, и неправильно было бы, с одной стороны, тоже сегодня везде на вышивку потратить, поэтому я выбрала что-то легкое, и то, что у меня пойдет на этот год, чтобы, ну, как бы, немножко начать, чтобы потом мне было уже проще, скажем, особенно если я буду это во время школы вышивать, мне это прям очень поможет, если я сегодня это хотя бы чуть-чуть, но уже начну. Так что я сегодня начну вот такую матерку, буквально чуть-чуть, вот сколько получится, столько получится, мне кажется, она очень красивая, думала я, какую из матерку начать, и мне сказал брат мой, что надо начинать с этой, вот, ну, я бы, я тоже, в принципе, к такому мнению склонял, потому что для меня из этой серии она самая красивая, матрешка от Панны, и вот это вот у меня первая ниточка, скажем, вот, это то, что у меня получила самые первые крестики, и это у нас вот эта часть, вот тут вот это вот, видите, да, черный, ну, то, что таким черно-сером, вот эта вот небольшая часть, это то, что, видите, вот выше-то тут, небольшое. Ну, посмотрим, сколько за сегодня получится сделать, само очень интересно, что можно сделать за один день. Надеюсь, что вам будет интересно смотреть такого рода видео и дальше, и всем желаю хорошего дня, провести хорошо время со своими родными в этот замечательный праздник, и всем пока-пока, до новых встреч!